Всем привет, ребят! Меня зовут Настя. Те, кто со мной еще не знаком, то приятно познакомиться. Я очень рада видеть вас на своем канале. Честно, сейчас очень непривычно сидеть и записывать для вас разговорное видео, потому что я не делала этого очень и очень давно. Но сегодня я решила, что хочу записать для вас видео с вашей одной из самых любимых рубрик «Вопрос-ответ». Буду сегодня отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне в моем инстаграме. Кстати, ссылочка будет в описании. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, либо на мой ютуб-канал, то буду очень сильно вам признательна, если вы это сделаете, потому что в ближайшее время будет выходить очень много классных видео на ютубе, очень много классного всего интересного в инстаграме. Поэтому я вас жду и приятного просмотра. Давайте начнем сразу с первого вопроса. Ты уезжала из Украины или все время была дома? 24 февраля мы уехали из Киева под Киев и вернулись обратно в Киев 14 марта. И 15 марта мы уехали в Германию, где прожили полтора месяца. И вернулись обратно в Украину, потому что без Киева, без своего дома больше я не протянула. Как тебе в Германии? Понравилось? В Германии хорошо, тихо, спокойно, если мы сравниваем с ситуацией в Украине. Так, да, в Германии приятные люди, красивые места. Это впервые для меня, потому что я никогда не была за границей, никогда особо не путешествовала, кроме Турции. Поэтому для меня это было кое-что такое новенькое. Сколько тебе лет? Комплиментик. Мне 21 год, кто еще не знает. Я по знаку зодиака рак. И это отображается очень сильно хорошо на моем характере. Знаю, что тоже задаете часто. Рост мой метр семьдесят, у меня есть татуировки. Я колола губы. Расскажи о похудении. Так заметно, что скинула. Мне, кстати, очень приятно, что вы это замечаете. Вы мне об этом пишете. Я понимаю, что это реально заметно, потому что люди видят, люди пишут, люди спрашивают, как. Я подумала, что, наверное, будет лучше всего записать полностью отдельное видео, где я расскажу, покажу, что и как. Так что ставьте колокольчик на моем канале, чтобы не пропускать ничего, потому что это мое третье видео за неделю, с чего, на самом деле, я в шоке, потому что на канале меня не было практически три месяца, а до этого у меня не было еще три месяца. То есть это, по факту, у меня было два видео за полгода. Надо исправляться. Вы с Сашей еще вместе? Если да, то почему не показываешь? Да, мы с Сашей вместе. Мы не расставались. В Германию я уезжала, будучи, понятное дело, в отношениях. Мы каждый день списывались, созванивались, очень сильно скучали. Как-то со временем ко мне пришло то, что хотелось бы все такое лично оставить лично и не совсем сильно делиться и давать, показывать наши отношения на показ, потому что в один момент я убедилась, как это плохо влияет на отношения, и, наверное, об этом я тоже расскажу потом, потому что тема довольно-таки длинная, мне есть о чем рассказать, поразмышлять, о всех плюсах, минусах жизни публично. Поэтому, если вам интересно, тоже напишите об этом в комментариях. Вы переехали в новую квартиру, покажи ее получше. Мы переехали в новую квартиру, в своих предыдущих двух видео новых я об этом говорила, немножечко где-то засветилась наша новая квартира, и тут, в принципе, тоже видно, что она светлая, она побольше немного, она лучше, в ней классная энергетика, в ней хочется творить, хочется что-то делать, собственно, возможно, и поэтому я и начала снимать снова видео на канал, рум-туру быть, немножечко позже, когда мы наведем здесь окончательные порядки. В принципе, здесь чисто, но есть еще что довести до ума, что пораскладывать, что порасставлять, поэтому также ждите рум-тур. Какие планы на ближайшее будущее? Ситуация с войной, к сожалению, показала и дала нам понять то, что не стоит строить каких-то грандиозных планов на будущее, на два месяца, на три месяца, на год, на два, на пять лет, потому что измениться все может завтра, неожиданно, как это и случилось с нами 24 февраля, потому что планов на эту весну, планов на этот год было куча, их было очень много, вы даже не представляете, какие, и то, с чем я хотела с вами делиться, я очень хотела это сделать, потому что должно было произойти много чего нового, много классных покупок, так же, как и машина, к сожалению, поставка которых оказалась недоступной во время военного положения. Сейчас важнее и главнее всего это не строить никаких планов на будущее, а жить просто сегодняшним днем. Собственно, что мы и делаем. Фух, честно, очень непривычно записывать разговорные видео, сидеть перед камерой, рассказывать, потому что я этого настолько давно не делала. Я так надеюсь на вашу поддержку. Как относишься к тому, что все массово переходят на украинский язык? Хороший вопрос, потому что, на самом деле, я считаю украинский язык очень красивым, одним из самых красивых языков, но я за то, чтобы люди переходили на украинский по своему желанию, когда они чувствуют, что они хотят, то есть уже пришло время, но не тогда, когда на вас давят, когда это происходит массовое давление, потому что считаю, что это неправильно. Должно идти это изнутри, должно идти это все по своему желанию. Я уверена, что большинство людей к этому придут, но для этого надо время, поэтому очень сильно прошу вас, не давите на своих близких, не давите, чтобы они переходили на украинский. Когда придет время, они это обязательно сделают. Не думала возобновить учебу в университете? Очень интересный вопрос. Прошло уже 4 года с момента того, как я бросила университет, практически уже 5. За все это время, честно хочу вам сказать, ни разу не появилось желание пойти снова в университет, учиться, ходить на пары. Да, есть желание развиваться, учиться, но не в университете, не в школе, не в колледже, то есть это не государственные учреждения, это какие-то курсы, какое-то повышение своих знаний, ну никак не университет, потому что когда я ушла из университета, я очень рано повзрослела. Пошли мои первые доходы, мой первый хороший заработок, я к этому пришла очень рано, то есть практически почти в 17 лет. Считаю это очень хорошим признаком, знаком. Меня очень закалило то, что я ушла из университета, и как я сказала, меня это сделало намного-намного взрослее. Поэтому нет, не думала, не планирую и не хочу. Но я никого не вынуждаю, никому не навязываю свое мнение о том, что вам тоже нужно уходить из университета, потому что это дело конкретно каждого человека, если вам нравится, если это для вас, если вы понимаете, что это вам даст что-то в будущем, то, конечно же, вы учитесь, заканчиваете, получаете диплом. А если вы понимаете, что это не для вас, и что для вас это в груз, вам это не нравится, вы не на той профессии, не на той специальности, то решайте уже сами. Ты думаешь, мы переможем? Я навіть надумаю, я в цьому впевнена, и я верю, что це буде найближчим часом. Любишь ли ты ароматы? Какие самые любимые духи? Я очень люблю ароматы, я очень люблю разные запахи, я люблю тестировать что-то новое. Раньше, когда у меня не было денег, я всегда мечтала о том, чтобы у меня был хотя бы какой-то один флакончик классного парфюма. Сейчас у меня есть классные ароматы, которыми я пользуюсь, чередую, есть какие-то ароматы и на выход, на вечерний, есть на зиму, на более теплое время года. Очень полюбился мне парфюм Mosquino той. Также очень классный парфюм это Dolce & Gabbana, и классный из бюджетных версий Zara. Вот этот аромат особенно прекрасный. Также есть разные мисты, или мисты, Victoria's Secret от Yves Roche Cocosowy. Они такие легкие, особенно классно их наносить после душа я люблю, пахнет сразу такой какой-то свежестью, небольшой сладостью, и они очень классные на лето. Также у меня обязательно всегда лежит небольшой аромат моего любимого парфюма в сумочке, чтобы в случае чего можно было где-то обшипнуться и дальше продолжить вкусно пахнуть. Как тебе жизнь с собакой не пожалела, что купила? Я ни разу за все время не пожалела о том, что мы приобрели собаку. Как говорят, за деньги и счастье не купишь, но приобретение лати показалось совсем обратное, что за деньги купишь счастье, потому что за два года жизни с нами наша жизнь поменялась на дое после. Конечно, появились обязанности, ответственность за собаку, как бы у которой нет никого, кроме тебя. То есть ему нужны и хорошее питание, и тренировки, и проверка здоровья у врачей, и витамины дополнительные, и уход, и мытье, и разные шампуни. Все это нужно учитывать. Мы к этому были готовы. Конечно, сложно в первое время, потому что мы его очень долго приучали к пеленке, он очень долго не хотел этого делать, он отказывался. Целый год. Целый год мы его учили, как бы мы ни старались, ни пытались, вот он просто не хотел. У нас сейчас все, в принципе, ок. В целом, я повторюсь еще раз, что я ни разу не пожалела. Мы с ним и вместе спим. Я всегда мечтала о том, чтобы собака спала в ногах, либо рядом, и это у нас есть сейчас в нашей жизни. И это очень-очень классно. Он дарит очень много позитивных, классных эмоций, которые помогают справиться, знаете, иногда с каким-то стрессом, с какой-то апатией. Он всегда тебя как-то смешит, как-то находится рядом, успокаивает. Просто своим существованием. Поэтому собаке это любовь. Было ли сложно ехать с Лаки? Как он перенес дорогу? Очень боялась я этого, именно поездки с Лаки, потому что, ну, кто не знает, я его брала с собой вместе в Германию, потому что я не смогла его оставить в Украине, хоть у меня здесь и родители, и Саша, но я решила забрать его с собой. Я очень переживала, потому что дорога была длинная, практически 5 дней. Это все были поезда, это были долгие пересадки на вокзалах, по 5-7 часов, и я не знала. Это его первая поездка, то есть он до этого никуда вообще не ездил. Он только так на дачу, на машине не то полчаса, но при этом машину он выдерживал плохо, и он постоянно скулил, ему что-то не нравилось, очень тяжело дышал. Но когда мы сели в поезд Киев-Львов, оттуда ехать довольно-таки долго, и он эту дорогу перенес просто отлично, не скулил, в туалет нигде, ни разу в поезде он не сходил, он ждал того момента, пока мы выйдем на улицу, и он сможет сделать все свои дела. Поэтому все прошло супер отлично, я очень им горжусь, потому что это реально круто, мы хорошо, спокойно доехали, то есть он был не в тяжесть нам в дороге, и было все супер. Не хотела бы покраситься в блонд. Среди всех вопросов такой бьюти-вопрос. У меня мой, ну, уже натуральный цвет волос, потому что я просто тонировалась где-то осенью, да, я тонировалась в более шоколадный оттенок, но он уже давно смылся. Знаете, были такие мысли, что иногда хочется как-то поэкспериментировать, потом ты понимаешь, что, блин, у меня мой цвет волос, у меня хорошие здоровые волосы, они в хорошем состоянии, покрашусь в блонд, чтобы потом мне прийти к моему родному обратно цвету, я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы потом волосы были в хорошем состоянии. Я понимаю также, что блонд это дорогой уход, но это такой вопрос. Просто у меня вопрос в том, чтобы мои волосы после этого остались здоровыми, хорошими, послушными и красивыми. Я не знаю, как они себя поведут во время крашивания в блонд, поэтому не планирую, а просто пока что играю в фотошопах и примеряю на себя блонд. Кстати, девчонки, пожалуйста, будет к вам просьба, у кого вот такой примерный цвет волос, как у меня, и кто красился в блонд, расскажите вообще, пожалуйста, возвращались ли вы потом в свой цвет, как это происходило, сложно ли это, в каком состоянии ваши волосы, потому что я этого ничего не знаю, для меня это как-то страшно, и на какие-то кардинальные решения, помимо того, чтобы просто затонироваться в свой же практический цвет, я не решаюсь. Могла бы назвать себя шопоголиком, или ты за обдуманные покупки? Еще осенью и в начале зимы я тратила практически все свои деньги на вещи, потому что начал приходить хороший большой доход, и все мои деньги, собственно, уходили на вещи, на какую-то косметику, на те же парфюмы, я это вот так вот тратила, 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 конечно, у меня деньги еще оставались, какие-то запасы, но там я могла за день пойти, потратить 15-20-30 тысяч гривен просто на вещи. С момента приходом, опять-таки, войны, я поняла, что никаких вещей, ничего не заменит просто живых людей, жизни, здоровья и хороших, позитивных эмоций. Когда я вернулась в Германию, у меня сейчас уже нет такого, хотя раньше было часто, мне нечего надеть, да у меня нет вещей, да у меня нет того, нет того. Как оказалось, просто открой шкаф, Настя, открой глаза и внимательно посмотри, как оказалось, и то есть, и то есть. И сейчас я поняла, что не хотела бы тратить много денег на покупку вещей, я бы хотела это делать более обдуманно, то есть то, чего действительно нет, то, что мне действительно вот необходимо, да, я куплю, я посмотрю, но еще раз опять-таки подумаю, точно ли мне это нужно. Потому что сейчас вот эта ситуация тоже показала такое, что работы у многих не было, и деньги нужны были, конкретно на продукты, на бензин, который очень сильно поднялся в цене. Поэтому касательно шапоголика, я сейчас, наверное, скажу уже, что больше нет, чем да, но опять-таки мы посмотрим через время, что будет. Не буду ничего говорить сейчас, не буду загадывать, так же, как про планы и про какие-то цели на будущее. И давайте, наверное, отвечу на последний вопрос, потому что видео получилось довольно-таки длинным, и чтобы вам было интересно его смотреть, чтобы его вот так не проматывали. Еще один вопросик, если вам понравится, я просто отсниму вторую для вас часть. Думаешь, дальше вести активный YouTube канал или нет? Нам тебя не хватало. На самом деле, честно скажу, мне тоже вас очень сильно не хватало, я очень сильно по вам скучала, просто не было каких-то сил, и честно, в моменте не было желания именно оставить камеру, отснять, рассказать, не было... Так вот, вернемся к нашим вопросам. Сейчас я для себя приняла решение, что очень сильно хочу вливаться снова в этот ритм, в ритм съемок, пока есть возможность, пока мы живы. И я хочу снова продолжать, снова хочу с вами настроить ту коммуникацию, которая на самом деле на YouTube исчезла, потому что меня очень долго не было. Это очень плохо отразилось на моем канале, это заметно, это замечаете вы, это в первую очередь замечаю я по тем же просмотрам, по тем же лайкам, по тем же комментариям. Сейчас для меня важно именно с вами настроить коннект, поэтому если вы рады меня видеть снова на YouTube, и если вы хотите, чтобы я продолжала дальше снимать для вас видео интересные, потому что идей сейчас у меня появилось много. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что да, я буду снимать, я буду снимать довольно-таки часто, по мере возможности, буду стараться, буду стараться побыстрее монтировать, побыстрее выкладывать, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, и я снова не заброшу эту идею. Главное сейчас для всех нас, для всей Украины, это чтобы наконец-то перешла тишина, и чтобы никто не боялся выйти на улицу и спокойно поспать. Вот сейчас для меня это самое большое главное желание. Кисательное YouTube, так что да, ребята, буду возвращаться, буду для вас снимать, буду вас радовать, поэтому что хочу сказать, спасибо за то, что посмотрели это видео, я надеюсь, что оно вам понравилось, я ответила на ваши вопросики, если они у вас есть еще, переходите в мой Instagram, подписывайтесь, я часто выкладываю в сторис опросники, где прошу задавать вас вопросы, и если я не отвечаю на них в Instagram, значит я на них отвечу на YouTube. Так что жду вас все в Instagram, жду вас с подпиской у себя на канале, всем спасибо за просмотр, всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok